доброго времени и хочу поделиться с вами сегодняшней встречи это как руническая энергетика может помочь человеку ну в первую очередь само название которое мне пришло вот я все время думал как привлечь ну не буду лукавить как привлечь народ относительно рунической энергетики в общем то всем понятно рунистика и биоэнергетика тут такое сочетание руническая биоэнергетика я вот задумался а как действительно я могу помочь людям продвигая будем говорить одно из направлений в магическом искусстве и созрела вот такая вот на одном дыхании название и вдохновился вебинаром решил поделиться и естественно я надеюсь что я все-таки привлеку людей к этой теме и она будет действительно может помочь людям соединить несоединимая в конечном итоге даст результат понимания и лучшей коммуникации мы сегодня рассмотрим на вебинаре ну такие вот скромные темы я в презентации давал эти названия я их разбил на тематику и подготовился что такое руническая биоэнергетика мы разберем что я понимаю под рунической биоэнергетикой хотя может быть тут ничего нету такого сложного чтобы там что-то понимать но тем не менее попробуем разобраться следующая тема для чего и зачем она нужна то есть какие цели преследую продвигая руническую биоэнергетику как подраздел магии я бы так назвал следующая тема как разобраться и помочь себе и другим но естественно в аспекте рунической биоэнергетики почему руническая магия и биоэнергетика должны взаимодействовать естественно это будет субъективное мнение субъективное видение надеюсь что по окончанию вебинара презентации вы сможете разделить мое видение на это направление почему в рунистике надо обучаться затронем эту тему принципе тема довольно риторическая но наверное я открою немножко эту тему так чтобы но лучше как бы понимать во всяком случае открою свое понимание свое видение следующую тему это почему множество рунических формул может не работать из почему ставы или вязи или гордель ставы или другие вещи которые наполнены интернетом или в свободном доступе почему они могут не работать разберем это на небольших примерах рассмотрим еще такой аспект который может быть повторяется но взгляд со стороны взгляд с другого ракурса биоэнергетика это магия ли целительство тоже посмотрим на эти вещи 5 ошибочных мнений относительно биоэнергетики ну во всяком случае их может быть и не 5 а может быть больше может быть я вам ничего нового не расскажу об этом но я собрал 5 возможно они со временем пополнится потому что по поводу биоэнергетики я заметил что очень много таких ошибочных мнений или я бы сказал не просто ошибочных а какие-то вот как заблуждение что ли вот в какой-то степени расскажу свои наблюдения 12 заблуждений относительно рунической магии опять же исходя из своего опыта своего понимания ну и в конце вебинара все кто останется до конца ждет сюрприз подарок но естественно если кто-то подключится это будет зачет что он все равно участвует вебинаре и все равно получит подарок руническая вязь на привлечение удачу конечно сразу скажу может быть сейчас кто-то скажет а ну на привлечение удачу я как бы дам ее да ну все сейчас мы удача будет там в лотереи или еще чего нибудь я сразу вас расстрою относительно там лотереи еще чего-нибудь такого навряд ли получится но вот для того чтобы понимать что такое удача нужно хотя бы дать формулировку но в конце немножко поговорим что такое понятие удачи и наверное будет лучше понимание в плане зачем зачем это вязь и как она вам может помочь ну что поехали что такое руническая биоэнергетика когда я начал работать с ронами еще до этого я увлекался руническая увлекался биоэнергетикой изучал тонкие поля естественно по так называемым восточным всем определениям до сих пор не могу выучить энергетические центры называемые чакры на санскрите как они звучат каких принято ну как я не ставил цели их запоминать потому что для меня было в первую очередь интересно именно энергетика в первую очередь а вот энергетика био поля то есть то что есть человеке это меня очень сильно увлекло то есть я был увлечен так называемый энергетикой человека естественно все что можно было пересчитать по биоэнергетике оказывается открою вам страшную тайну по биоэнергетике очень мало системной толковой литературы то есть есть эта информация но она какая-то знаете вроде бы об одном и том же но каждый по-своему и по-разному и получается что толковой литературы по энергетике нет инструментов которые там но в рамки или еще что-то ну вот как-то особо нету кроме этого очень много в биоэнергетику вмешивается религиозности и это мне не очень как бы нравилось потому что религия в биоэнергетике вот мои молитвы вот вот эти шепотки православная магия как-то меня но не то что отталкивала но мне казалось что нету вот какой-то вот знаете изюминки какой-то чистоты и получилось так что я стал исследовать просто энергетику и сделал акцент именно ну естественно на что я могу сделать акцент это сделать акцент на клантовую физику как работают энергии как работают потоки как работают волны и тому подобное я не скажу что у меня есть образование физика у меня образование вообще инженера но сама физика она меня как бы увлекла и вот вопрос в том что как мы смотрим на определенные вещи если мы смотрим на определенные вещи с определенной позиции то мы воспринимаем эти вещи с определенной позиции если мы смотрим например с точки зрения религии на какие-то вещи то мы религиозные вещи эти воспринимаем если мы воспринимаем то с точки зрения энергии или определенных аспектов самой энергетики или изучение движения частичек и как они взаимодействуют еще состоит материя вот это уже более интересно естественно копаясь биоэнергетики столкнулся с таким понятием как матрица энергии стал копать информацию какие есть законы по каким законам это все работает так далее но знаете к чему пришел что даже квантовой физики становятся в тупике они кроме теории никаких законов не выдвинули и вот в определенном аспекте но был говорить видение я зашел в тупик то есть дальше вот движение нету то есть вроде бы как а как работают энергоцентры как работает тонкие поля как увидеть ауру ну вот эта вся литература она ну знаете ее объем большой а истинные знания вот какие-то они крупичные они единичные вот вытаскиваешь это по чуть-чуть по капельке и картинка как-то формируется не так как хочется то есть мозги работают быстро картинка как-то ну и всем складывается и тут случайно не случайно я начал интересоваться рунами сначала посмотрел что такое славянские руны потом надыбал русские руны оказывается этих видов рун вообще огромная огромная масса и все-таки вернулся к тому чтобы чтобы изучать все-таки старший футарк во первых о нем немножко больше было и литературы во вторых он как-то более-менее почему-то мне казался более привлекательным и я взял за основу руны футарка старшего футарка я стал их потихонечку изучать ну естественно что опять же литературы вроде бы много а что-то толком как это делать особо нету естественно я решил просто отключить вам говорить шептатели но шептатели в плане литературы там интернет и тому подобное думаю а как я чувствую как это нужно делать я начал резать руны сделать заготовки начал резать руны и тут для меня открылся огромнейший мир энергетики ну будем говорить условно размышляя или медитируя и практикуя руны стал просто изучать и самое интересное что потом когда брал какую-то литературу и вот мне приходил некий inside я думаю откуда я это знаю еще так удивлялся сомневался может я это себе придумал надо же посмотреть профессионалов что же профессионалы говорят когда открывал книги того же корабельникова меньшиковой платова я страшно удивлялся откуда у меня эти знания потому что я они писали о том что я уже знаю оказывается я это знаю и мне это как-то вот ввело в недоразумение но я не понимал откуда я это знаю я стал искать как это можно узнать оказывается есть практики и холотропного дыхания и медитации на реинкарнации увлекся кастанеды стал пробовать свои силы в сталкинге ну и тому подобное вот как-то так вот она все параллельно произошел какой-то взлет а потом я увидел что да я лечу но у меня нету хорошей базы у меня нету какой-то системы то есть это все как-то бессистемное если убрать вот эту эйфорию знаний то я просто грохнусь ну разочарование это в любом случае это путь человека которого нету четкой базы или не нету четкой системы его знаний приходит тому что человек разочаровывается потому что система она все-таки имеет определенную строй стройную структуру которая работает который есть какие-то законы какие-то правила какие-то установки по которым этот механизм запускается когда нету хоть какой-то системности или какого-то понимания более четкого структурированного то как правило это все заканчивается тем что можно просто ну грохнуться ни на что не оперевшись потому что хоть что-то работает не так а понимание то как она работает нету то есть есть только представление вот отсюда получилось такое вот я так считаю что это не не мое умозаключение вроде бы как мне дали подсказку свыше ты не проб не хочешь объединить ироническую биоэнергетику но руны и биоэнергетику вместе изучать это именно с точки зрения как работают энергии рун в полях человека вот как инсайт был и меня это как-то ну дернуло и задело я стал изучать как же это работает таким образом я взял рунистику и взял биоэнергетику и объединил их между собой как я их объединял естественно такого объединения найти вот взял и там объединил ведь определенной какой-то литературы или каких-то определенных знаний не было это делалось по шашками то есть это делалось каким-то анализом это делалось увлекся шаманизмом входил в определенное состояние транса плюс знание кастанеды которые давали практике остановки внутреннего диалога и так далее и тому подобное то есть вот такая вот вроде бы как мистификация хоть и небольшая но она присутствовала привела к определенным состыковкам к определенным выводам или определенным как работает подсознание как работает сознание как работает сверхсознание как руны соединены как они взаимодействуют как они могут программировать как не могут и вот вот этот путь на протяжении ну вот уже шестой год я занимаюсь вот исключительно изучением рунической биоэнергетики и первое что появилось сразу же на одном дыхании буквально ну там за два часа на выдохе просто даже не было найти как вдоха или выдоха там я не дышал так долго я сразу как на одном выдохе появилась программа курса руническая биоэнергетика без такая стройная структура я так смотрел на эту программу и думаю ох нифига себе а кто это написал это я написал подожди тут есть такие темы которые я сам бы с удовольствием послушал очень интересно затрагиваются вопросы в программе а как я буду рассказывать если я вообще ни черта не понимаю того что я написал то есть программа есть а информации к этой программе нету то есть нету какой-то системы а знаний куча я взял каждый из пунктов и стал просто прорабатывать естественно чтобы мне это было легче я представил что я это рассказываю например слушателям чтобы я рассказал что я знаю об этом постепенно это выкристаллизовалась в определенную структуру систему где появились определенные системные знания и и появилось вот такое понимание работы энергии как эти энергии работают по определенным аспектам то есть что такое меридианное что такое коконные потоковые энергии как они взаимодействуют как работает энергоузлы как эти энергоузлы возникают что такое воля что такое привлечение эти законы расписал каждую руну тоже размышляя над традиционными названиями рун я стал размышлять именно с такой точки зрения а если руны это является определенными энергетическими носителями то есть а знаете как в школе доказательства от обратного когда так ставишь например что теорема доказана и доказываешь эту теорему от обратного вот в принципе в рунической биоэнергетики именно так и двигался я доказывал теорему от обратного то есть я ставил сначала а вот если предположить будет вот так вот и начинал разматывать клубок естественно что это красивая стройная теория все это здорово все это хорошо пришло какое-то понимание система но на самом деле сам курс был сырым сырым в каком плане в том плане но как можно информацию которую ты вроде бы на хватался там 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 и ты четко не понимаешь откуда она реально или они с книжки или она тебе пришла там в медитации или ты вошел в транс или еще как-то но информация довольно интересная емкая но она непроверенная и вторым шагом которым я стал заниматься я стал проверять свою теорию то есть я стал практиковать то есть все то что я выкладываю сейчас в курсе рунической биоэнергетики я прошел самостоятельно каждый пункт то есть это не просто был какой-то анализ или сопоставление фактов знаний опыта неважно какого мистического оккультного и тому подобное привело меня к тому что вот я могу просто поручиться за ну естественно вы это проверить не можете во всяком случае могут проверить те кто обучается ли те кто уже закончил курс не так много людей закончила у меня первая группа была очна из 15 человек закончили два человека вот уже онлайн группа первая группа ми мир закончила три человека из семи ну стартовала восемь семь потом осталось три человека и вот сейчас хвала богам пять человек шесть человек обучаются на потоке и вот наверное вот эти люди которые начали обучаться эти люди которые прошли активацию они наверное могут сказать насколько оправданно оправдана эта система потому что я себя не позиционирую учителем что я вас научу ну чему можно научить взрослых людей которые так уже копают в этом направлении они может даже в какой-то степени знает и меня знают больше меня а наверное скорее всего что именно в аспекте рунической биоэнергетики я могу выдать определенную четкую систему которая может помочь людям пройти таким образом я себя позиционирую проводником я провожу тем путем по которому я уже прошел то что делал я я предлагаю для практики тем кто ко мне приходит на обучение именно с с тем не с тем чтобы вы теперь вечные ученики я ваш вечный учитель вы мы я вообще учитель не приемлю именно к магии потому что в магии в первую очередь маг кто практикует магию он может только провести другого человека своим путем научить этого человека ничему нельзя почему потому что обучение предполагает вкладывание информации и эта информация становится определенным опытом а опыт становится знанием а здесь получается человеку помочь вспомнить себя потому что в рунистику как ни странно может прийти только тот человек который уже сталкивается с магией или с магической практикой а магия то наука которая имеет разные направления то есть и религия это тоже извините магия как бы не спорили если естественно ее изучать как магию да как изучение себя и влияние самого себя на то что меня окружает то это и есть магия то есть магия окружает нас кругом вот где то вот такое вступление что такое руническая биоэнергетика то есть руническая магия и биоэнергетика со всеми вытекающими отсюда последствиями то есть не только целительство но и понимание как работает энергетика биополя вот объединяет руническая биоэнергетика я считаю что это одно из очень интересных и надеюсь что со временем это увлечет многих людей будут последователи это одно из направлений в современной магической науке и и и и и Продолжение следует...